Вместо учебников по русскому языку на стеллажах диски с фильмами. Звездное кино – одно из увлечений Андрея Хитайлова. Сейчас 17-летний парень из Березовки – сам местная знаменитость. Андрей сдал экзамен по русскому языку на 100 баллов. Я увидел только цифру 100, и я не мог поверить, что это на самом деле уже результат. Я на несколько раз все проверил. Я позвонил друзьям, узнал их паспортные данные, одного человека ввел. Увидел, что результаты другие, только тогда я смог окончательно поверить, что это действительно мой результат. Выпускник Березовской школы признался – к сдаче русского почти не готовился. Великий и могучий всегда давался ему легко. Даже пробный экзамен он написал на 98 баллов. Не было ни пятаков под пятку, ни 100 рублей, чтобы 100 баллов получить. У меня и на слух хорошо, то есть я даже не знаю правил, могу вставить буквы. Ну и вообще все правила русского языка я знаю. В военно-рабочей семье Андрея удивляются, от кого досталось природное чутье. А еще добавляют – Андрей настоящий ходячий словарь. Ошибки в речи всегда подмечает. После четвертого класса я к нему вообще не касалась. Я только спрашиваю, сделал уроки? Сделал, посмотрю, домашняя работа, все. Стоят одни пятерки. Сами удивляемся, как говорят. Поздний ребенок, желанный ребенок. И, видать, все, что хотелось, все в него вложилось. Ботаникам Андрея в школе не считают за творческий подход в делах. Даже учителя берут пример с будущего медалиста. Весь сценарий последнего звонка, который в этом году состоялся, праздник – это дело его рук полностью. И там и за заместителя директора нашел какие-то идеи новые, и за учителя музыки. То есть песни все бы сами подбирали. А вот из-за чего переживает парень, так это из-за математики. К экзамену он готовился основательно и надеется на хороший результат. Ведь в будущем планирует стать финансовым менеджером. Быть лучшим Андрей теперь хочет в одном из вузов Санкт-Петербурга, Владивостока или Ростова-на-Дону. Наталья Погодаева, Евгений Налабордин, Альфа-Новости.